Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Свою силу и мощь продемонстрировали полицейские области. Неприятно быть бесхозным. До сих пор такие улицы есть в Караганде. Живые восковые фигуры выставлены в музее Тимиртау. Мы бесхозные. Так называют себя жители улиц Яблочная, Давыдова и Казахстанская. Так как никто не помогает им в благоустройстве улиц после ремонтных работ. Продолжение в следующем сюжете. Вы смотрите, что, камеры, ямы, бугры. Ходите, я говорю. Три года назад по просьбе жителей улиц Яблочная, Давыдова и Казахстанская к Караганды-Су подключил водопровод. По словам живущих на этих улицах после ремонтных работ, никто, как говорят, в народе не прибрал за собой. Мол, водой мы вас снабдили, а дорогу прокладывать – это вопрос уже не к нам. Кто за это должен отвечать? Все испортили, грязь сделали, а теперь ходить невозможно. Маленькие дети падают в грязь. Когда это будет делаться? По словам жителей, ни Караганды-Су, ни Акимата восстанавливать дороги после ремонтных работ не хотят. По всем инстанциям бегали, вплоть до Акимата. Никто никаких действий не принимает. Одним словом, на нас вот, как будто мы здесь не люди. Нам объяснили как, вас на карте нету. Это вообще нормально? Это что за ответ такой? Нас нет на карте, значит здесь не люди живут. Действительно, на карте Караганды улицы Яблочная, Давыдово и Казахстанская отсутствуют. Сами улицы находятся в Михайловке, недалеко от Старого рынка. Люди опасаются, что весной здесь вообще невозможно будет пройти. Не может ни слиться, ни уйти. Мало того, что леневки позабиты. Еще получается, даже сейчас небольшие дожди, уже начались подтопления у людей. Потому что, и поэтому вызвали вас, потому что весной здесь будет неизвестно что. И все-таки услугодатель свою работу выполнил. Караганды-Су на улице Яблочная прочистил ливневки, загрунтовал и уложил щебенку на дорогу. Кстати, услугодатель сделал это по благотворительной акции, так как эти улицы не находятся на балансе Караганды-Су. Влагоустройство было произведено не только грунтом, но и использовано 60 тонн щебня, который был уложен на улицы. На данный момент улица сухая, я сам выезжал, смотрел. Если есть авария, то она на частной врезке. Но на данный момент аварии обнаружено не было. Все колодцы на врезках должны обслуживаться жителями. На данный момент при проверке колодцы закрыты. Проблема состоит не в том, что улицы не благоустраиваются, а в том, что они никому не прикреплены. Разве бывает в современном обществе такое, что если тебя на карте нет, то и в помощи ты не нуждаешься? Численность занятого населения растет. 20 октября под председательством Акима области Нурмухамбета Абдебекова прошло совещание, на котором был рассмотрен ход реализации программы «Дорожная карта занятости-2020». С информацией по этому вопросу выступил руководитель управления занятости и социальных программ Серик Акенов. Он отметил, что на региональном рынке труда сохраняется устойчивая динамика роста численности занятого населения. Так, по сравнению с 2011 годом численность наемных работников увеличилась на 31 тысяча человек. Численность самозанятого населения уменьшилась на 24 тысячи человек. Общий уровень безработицы снизился до 4,9%. Республиканский показатель – 5,1%. Численность малобеспеченных граждан сократилась более чем на 3 700 человек. К настоящему времени участниками «Дорожной карты занятости» стали 8 206 человек. В рамках первого направления программы запланировано реализовать 88 проектов. По второму направлению план по выдаче микрокредитов выполнен. Освоено почти 755,5 миллионов тенге или 100,3% от плана. Выдано 347 микрокредитов, которые были в основном использованы на развитие животноводства. По третьему направлению программы показатели по направлению на профобучение, социальные рабочие места и молодежную практику выполнены. В то же время в проводимой работе имеются отдельные недостатки. Не все трудоустроенные участники программы отчисляют обязательные пенсионные взносы. Слабо проводится работа по исполнению соглашений в части трудоустройства лиц с ограниченными возможностями на социальные рабочие места и молодежную практику. Не завершено строительство двух домов в Шахтинске на 48 квартир. С целью устранения отмеченных недостатков Нурмахамбет Абдебеков поручил Акимам городов и районов, администраторам бюджетных программ, завершить реализацию инфраструктурных проектов первого направления «Дорожная карта занятости» до 1 декабря текущего года и проработать вопрос по увеличению рабочих мест на инфраструктурных проектах первого направления в 2015 году. Кроме того, Акимам Караганды и Шахтинска принять меры по завершению строительства служебного жилья в рамках «Дорожной карты занятости» и заселению их участниками программы. Надо признать, что на сегодняшний день не все в нашей стране достаточно владеют государственным языком. Молодежная организация «Жасотан» провела фотовыставку «Тазатль». В рамках проекта «Казахша Сулисик» молодежная крыла «Жасотан» организовала фотовыставку «Тазатль». Членами «Жасотана» было выявлено 300 нарушений рекламодателей о несоблюдении требований закона рекламы. Из них на выставке были представлены 30 образцов наружной рекламы с самыми грубыми нарушениями. На протяжении года активистами молодежного крыла «Жасотана» и вышеназванного отдела государственного учреждения проводились различные рейдовые мероприятия и нами выявлено очень большое нарушение в сфере закона развития языков. Здесь очень большие ошибки именно в написании различных объявлений, реклам на государственном языке. Данной выставкой молодежная крыла «Жасотан» пытается донести до молодежи, что данная проблема заключается в неуважительном отношении к языку. Молодежь также не скрывает свою обеспокоенность по поводу нынешнего положения казахского языка. Очень обидно, что в Казахстане, мы живем в Казахстане, и наш казахский язык оставляется на второй или третий план. И вот, когда видишь на улицах нашего города такие ошибки, становится очень больно на душе. И хочется прям пойти туда и исправить сразу же там на месте. Данная акция направлена на развитие рекламной культуры на казахском языке. Чтобы в будущем рекламодатели занимались приведением текстов и визуальной информации в соответствии с требованием закона о рекламе, а также для укрепления конкурентноспособности государственного языка. Ануар Сидрахим Шаукара Утумбеков, Арман Артаев, Первый Карагандистский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Профиль Галвин 60-й серии. Это система 4-х камерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. На очередном заседании Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию был рассмотрен ряд проектов, реализуемых в рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Развитие моногородов». На заседании Координационного совета обсуждался вопрос о пролонгации субсидирования по проекту приобретения автотранспортных средств, представленных ТОО «Натеже суд Фабрикасы». Этот проект является весьма важным и актуальным в свете поручений главы государства по вопросам продовольственной безопасности, обеспечения внутренней потребности региона. Управлению сельского хозяйства необходимо поддерживать и активизировать работу по созданию молочно-товарных ферм, прокомментировал Аким области. Хорошо. Тогда если других предложений нет, то давайте решение примем о продлении еще на год субсидирования по этому проекту. Затем состоялась презентация проектов, заявленных на субсидирование банковских кредитов, в том числе на развитие и увеличение производства изделий по противопожарной безопасности ТОО «Спецмонтаж плюс», на приобретение оборудования по производству макаронных изделий ТОО «Корпорация Карагандинан», организация цеха по производству алюминия ТОО «НИИ Техмет» и другие. По программе развития моногородов были представлены проекты из Тимиртау и Шахтинска. Среди них строительство банного комплекса, строительство пристроек к действующему медицинскому центру, приобретение спецтехники по оказанию услуг по вывозу твердых бытовых отходов и содержание автомобильных дорог, а также проект создания производства по изготовлению брусчатки, строительных материалов и инертной пыли. На базе простаивающего филиала РГП «Янбек Караганда» представлены ТОО «Костроймарт-2050». О завершении заседания члены Координационного совета рассмотрели проекты из Абайского района, претендующие на получение грантов. Направить список одобренных проектов на субсидирование, грантовое финансирование в Акиматы соответствующих моногородов и области для дальнейшего заключения договоров. Второе. Акимам городов и районов после получения протокола РКС в кратчайшие сроки провести необходимые мероприятия по заключению договоров субсидирования и грантового финансирования. К другим новостям. В канун праздника Дня образования войск связи воинской части 85-510 провели урок мужества. Для юных защитников Родины военные связисты продемонстрировали свое мастерство. Урок мужества для учащихся школы-интерната номер 4 и средней школы номер 91 начался с торжественного построения личного состава. Встреча бойцов и школьников была посвящена 95-й годовщине со дня образования военной связи. Как полагается, в начале мероприятия учащихся вместе с военными исполнили гимн Республики Казахстан. Первым поздравил связистов султан Камалиддинов, командующий регионального командования Астана, и подчеркнул значимость их службы. Я удовлетворен теми тренировками, занятиями, учениями, которые проводятся в масштабах сухопутных войск, вооруженных сил, где отмечается подразделение связи. В первую очередь я хотел бы отметить узел связи УЛУТАУ, который за стоимость и честью выполняет поставленные перед ним задачи. После торжественного построения началось самое интересное. Учащимся было показано слаженное действие личного состава в развертывании узла связи. Состоит из восьми машин на данный момент, радиостанции, радиорулейной станции. На данный момент и развертывание у нас радиорулейной станции 409. 409 радиорулейная станция предназначена для привязки к различным узлам связи, а дальность ее связи составляет до 50 километров. Уроки мужества у учащихся формируют высокое патриотическое сознание и чувство верности к своей родине. Учащиеся говорят, что для них было честью принять участие в мероприятии. Мы очень рады, что нас сюда пригласили, так как нам это интересно, так как мы хотим связать свое будущее, своими военными стать. Мы хотим больше узнать то, что происходит в военских частях. Пехота, спецназ, ВДВ и танкисты, давайте поднимем бокал за связистов. За связь, за связь, за связь. Бигзат Аликайдаров, Кайрат Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня утром на улице Олимпийской Караганды горожане смогли оценить мощь полицейских сил и их служебную технику. Накануне вышел приказ о переходе на зимнюю форму одежды. Традиционно в этот день 27 молодых сотрудников торжественно приняли присягу, а 6 сотрудников пополнили ряды офицеров. В октябрьское утро, несмотря на светящее солнце, было необычно холодно. Но это никак не повлияло на строй полицейских, потому что они уже были готовы к суровой погоде. Перешли на зимнюю форму одежды. Теплые бушлаты и ушанки не дали замерзнуть сотрудникам внутренних органов. ДВД Карагандинский область проводит гарнизонный стройной осмотр в связи с переходом на зимнюю одежду. В ходе которой, как вы видели, в наших рядах пополнялись новые молодые работники полиции. Сегодняшняя дата для рядовой полиции Айзады Ахметовой стала знаменательной. Ведь она вместе с товарищем по службе торжественно присягнула на верность родине. Когда-то в детстве она мечтала стать полицейским. Благодаря поддержке родителей она достигла своей цели и гордится, что служит в рядах внутренних сил. Рада поступить в органы внутренних дел. Буду служить своей родине, доблестно защищать свою родину и общественный порядок. После принятия присяги, мероприятия продолжили показательные выступления специального отряда быстрого реагирования. Бойцы продемонстрировали мастерство рукопашного боя. Далее полицейские продемонстрировали практические действия по защите населения во время массовых беспорядков. Группу нарушителей правопорядка быстро локализовали и оперативно рассеяли. Демонстрация сил и профессиональных умений полицейских произвела впечатление на горожан. 50 уникальных восковых фигур из Петербургского музея привезли в Симиртау. Такая выставка в городе Металлургов уже не первый раз. А вот движущиеся фигуры жители города увидят впервые. Посетители с интересом наблюдают за копиями известных людей и сказочными персонажами. Как говорят организаторы, музей создает все новые направления своего искусства. Аниматроника – одно из них. Это движущиеся экспонаты с синхронным звуком и другими дополнительными спецэффектами, работающими от электричества и сжатого воздуха. Эта выставка у нас интересна тем, что на ней есть движущиеся фигуры. Сказочные персонажи – это Баба Яга, Кочей Бессмертный, очень красивый дракончик движущийся. Некоторые дети даже пугаются, а некоторые радуются тому, что они преодолевают страх, становятся смелыми. Но в любом случае это очень интересно. На входе в комнату восковых фигур посетители встречают дракон, бэтмен и герои мультфильма «Ледниковый период». Одним из множества интересных персонажей являются новые экспонаты – Баба Яга и Кочей Бессмертный. А напротив – автор прекрасных произведений – Александр Пушкин. Рядом с ним и кот-ученый, и русалка на ветвях сидит, герои сказки о рыбаке и рыбке и другие сказочные персонажи. Мне очень понравилась выставка, если я с ребенком пришла, больше всего мне понравился, конечно, сказочный персонаж, очень оживляющий. История выставки восковых фигур берет свое начало в конце 1980-х годов, когда в Санкт-Петербурге была открыта первая мастерская воскового портрета. В Санкт-Петербурге открылась выставка восковых фигур. Основные герои – это люди, вошедшие в книгу рекордов Гиннесса, сказочные персонажи и исторические личности. На создание одной такой фигуры в среднем уходит 10 тысяч евро. Выставка интересна как детям, так и взрослым. В музее даже есть отдельный зал, вход в который разрешен 16 лет. Герои этого зала – натурщица, ребенок в коляске с сигаретой, взяточник-гаишник и другие. Выставка уникальных восковых фигур в историко-краеведческом музее Тимиртау продлится месяц. Лариса Хусынова, Кайрат Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинские любители верховой езды закончили сезон бойгой, которая прошла в Новодолинке. По результатам соревнований первое место увез скакун Бауржана Юсупова из Джамбульской области, а карагандинский скакун Бурана Тергиубекова довольствовался лишь третьим местом. Посостязаться на скачках собрались гонщики со всех уголков нашей страны. Сезон заканчивается, и для джакеев и конезаводчиков хороший повод подвести итоги. Байга началась со скачек Стрегунков, то есть Тайжарас. В этой дисциплине наши скакуны заняли первое и третье места. На скачке мы выставили только Стрегунка и заняли третье место. Это последние скачки в этом году. Следующие скачки будут только 1 мая следующего года. Итоги соревнования подвела Аламан Байга. На дистанцию 21 километров посостязаться вышло 20 скакунов. Но многие из них получили травмы и выбыли из соревнования. Самым быстрым оказался скакун Бауржана Исупова из Джамбульской области. А карагандинский скакун Бурана Тиргубекова занял третье место. В общем командном зачении первое место заняла Джамбульская область. А наша команда стала второй. Сегодня в Караганде закрытие сезона скачек. Байга прошла по четырем дистанциям. Топ, Аламан, Тай и Кунанджарас. Главный приз автомобиль разыгрывали скакуны в топе и Аламан Байге. Карагандинские скакуны являются одним из сильнейших нашей страны. Поэтому и проводили закрытие конного сезона в нашем крае. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинские каратисты на открытом чемпионате России, который проходил в Барнауле, завоевав пять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей, заняли первое общекомандное место. Владимир Гриневецкий вносит огромный вклад в развитие каратэ-до в нашем регионе. Помимо того, что он тренер, он выступает на соревнованиях. На чемпионате России стал обладателем золотой медали, чем и доказал свое мастерство. Выступали мы в абсолютно весовой категории. Я стал двукратным чемпионом России. Получается, было у нас три сватки с России, с Петербурга. С Санкт-Петербурга боец был очень серьезный. Мы с ним уже встречались в том году. Вот у меня получилось его выиграть в этот раз. Также в финале мы встретились с нашим участником из города Караганды. Это титулованный наш спортсмен Александр Трошкин, неоднократный чемпион Казахстана. На соревнованиях в Барнауле приняло участие более 250 спортсменов из 20 стран мира. Здесь отобрали 17 самых сильных спортсменов Караганды, которые завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. На соревнованиях также приняли участие юноши, которые показали высокие бойцовские качества и внесли свой медальный вклад в копилку команды. Особо отличились Алексей Рязков и Данил Раздобреев. Я там выступал и занял первое место. Я дрался весовке плюс 40, 10-11 лет. Сватки было 4. Я занял первое место в общей весовой категории в абсолютке 14-15 лет. Было 4 боя, все они были тяжелые, такие хорошие. Мы бились почти все бои с россиянинами. В финале я вышел со станицы. Теперь наши спортсмены будут готовиться на республиканские и международные турниры и на чемпионат мира, который пройдет в Японии в 2015 году. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман Сау был Мстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова